Дом, который построил Джек. Жить в таком проблем не оберешься. Внутри холод собачий, потому что дверь входная даже не закрывается. Да и само строение можно буквально разобрать по доскам. Мы этого делать не будем, люди сейчас сами все покажут. Вот такие полы у нас в подъезде. Вот по ним ходят пожилые люди. Вот сами смотрите, видите они. Вот это все, у нас так все. Женщина-соседка прям падала. В этом подполе проходят трубы, которые не так давно лопнули. На этих кадрах видна вода. По рассказам жильцов дома, фонтанировала до потолка. Било вот отсюда туда. Потом это все прошло, просочилось. Вот с этой стороны такая же петрушка. И било уже, вот наши две квартиры просто мыло. Дверь, да. Просто мыло водой. Крики о помощи управляющие компании услышали поздно. Мастера приехали через два дня и наложили хомут. Тот продержался месяц и тоже прохудился. Фонтан забил пуще прежнего. Снова звонок в управляющую, но чудо не случилось. Она вообще, она со мной так разговаривала, как будто я к ней домой пришла. Она швырнула мне этот листок, чтобы я написала там заявление. Естественно, никто не отреагировал. Мы им опять звоним, мы их опять дергаем. На нас вообще никто не обращает. Кидают трубки, даже разговаривать с нами не хотят. И так заканчиваются все попытки дозвониться в управляющую компанию. Жильцы говорят, что по счетам платят исправно, долгов не имеют. При этом никаких услуг. Сосульки вовремя не сбивают. Из подъезда страшно выходить. Снег у дома не чищен. Бонусом ледяная горка на входе в подъезд. От регулярного обрыва провода, из-за схода на него ледяных глыб с крыши, горит техника. Сейчас у меня ребенок, который обучается в третьем классе, сейчас на дистанционном обучении, он не может выйти на обучение, потому что у нас горел единственный компьютер. А возможности у меня приобрести другой нет. Потому что мы как бы малообеспеченная семья. У меня зарплата не такая большая, чтобы я могла каждый месяц или каждый год покупать, обновлять технику. Юристы в таком случае рекомендуют фиксировать повреждения. И физические, и телесные, если не дай бог случаться. Сделать это можно в зависимости от обстоятельств. Самый дешевый способ это в ремонтные мастерские, которые дадут смету стоимости ремонтных работ, замену запчастей. После этого претензия в управляющую компанию на возмещение денежных средств. И если не возмещают, то соответственно исковое заявление в суд. Со всем этим мы, кстати, можем помочь. С точки зрения законодательства, конечно, можно предъявить требования к управляющей компании и обязать ее выполнять добросовестное законодательство и требования договора управления. И существуют, к сожалению, часто такие ситуации, когда действительно через суд мы доказываем, и потребители доказывают свою правоту, даже штрафуются управляющие компании. В данном случае управляющая компания должна нести, конечно, ответственность за то, что аварийная бригада не оперативно среагировала. В подобных ситуациях существует три контрагента. Сама управляющая компания, фонд модернизации ЖКК и администрация города. С первыми все понятно. Со вторыми сложнее. Из программы капремонта дом убрали больше семи лет назад. Тогда усмотрели основания на включение строения и все улицы 9 мая в программу реновации. Но инвестор, желающий вложиться в застройку, до сих пор не найден. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, Сергей Ребухин, репортер 73.